Культурный подкаст Короленко ОНЕЙР. Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Всем привет, это Виктор Балашов и мы продолжаем наше путешествие вместе с подкастом Короленко ОНЕЙР. И сегодня мы путешествуем по выставочным залам и отправляемся в Мультимедиа-арт-музей на Остоженке. В Мультимедиа-арт-музее проходит 12-е Московское международное биеннале «Мода и стиль фотографии». В выставочном пространстве представлено несколько экспозиций. Биеннале в Мультимедиа-арт-музее встречает яркой выставкой «От пола до потолка» советского киноплаката 50-х-80-х годов. В дар музею ее преподнесли собиратели Коресаловы. Здесь афиши к сотне культовым фильмам от броненосца Потемкина до Кинзадза, которые делали лучшие художники советских времен. Из мира кино путешествия по всему миру предлагают отправиться еще четыре выставки. Самая большая – проект «Бестиарий» от классика мировой фотографии Франка Орвата, который осенью прошлого года ушел из жизни в возрасте 92-х лет. Его считали бунтарем и революционером. Например, он первым вывел модели из фотостудии на улице. Экспериментировал. Снимал не только людей. На первый взгляд может показаться, что все эти снимки с дикими животными – результат долгой и серьезной фотоохоты. Но сам Франк Орват эту коллекцию называл результатом его романа с цифровыми технологиями. Так что это все – искусный фотомонтаж. В эссе к этой выставке фотограф писал «Освобожденные от бетонных клеток, прутьев и людских глаз, они видятся мне именно такими, какими живут в природе и приходят ко мне во сне». Еще одна анималистическая выставка – «Кошки города Гродно» Наталья Богданович и Сергея Пушкина. Два года они выискивали лучшие места и охотились за кадрами с этими главными хозяевами белорусского города. Переезжаем в Великобританию. Здесь два выпускника старейшего престижного Итанского колледжа представили этот взгляд изнутри на это самое закрытое учебное заведение для мальчиков рядом с замком Винздор. А вот итальянец Джерлому Бамбелли свою фотолетопись создавал 40 лет. В его объективе – крупнейшие фабрики завода его страны. И здесь можно подсмотреть за производством шоколада, сантехники, гуталины и, конечно, мартини. Московское международное биеннале заканчивается 29 августа, и у вас есть еще время посетить выставки. Проходя по выставочному пространству, вы не останетесь равнодушными. А на сегодня все. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на нас в социальных сетях и всего хорошего.